Другой стороной несчастья, давайте я не буду вас очень долго мучить, для меня мы называем зависимость. Вот под свободой молодой человек имел ввиду на самом деле максимальную независимость от мира, когда мир стоит, ну в определенном смысле, в зависимости от меня. Он меня слушается, как Бога. А несчастьем мы называем зависимость. Я всегда очень огорчался за родную наркологию, потому что если бы наша психиатрия захотела бы, как любые психиатрии мира, воспользоваться наследством своей же философии, то мы бы могли получить необыкновенно много интересного. Несчастье – это зависимость. Все от того же самого, от людей, вещей или обстоятельств. Болезнь ставит меня в ситуацию зависимости. Я не могу делать того, что я хочу. Правда? Потеря близкого. Почему вызывает такое острое страдание и несчастье? Ну, в первую очередь потому, что… А? Никто не хотел ответить на это вопрос? Может быть, я не прав, но мне кажется, что она в первую очередь вызывает это страдание из-за того, что я ничего не могу сделать? Не существует. Я полностью зависим от, опять же, его болезни, чего-то, что с ним случилось. Я не могу изменить обстоятельства. Я не могу вернуть с того света отца. Я не могу вылечить тяжело больную маму. Я очень хочу это сделать. Я прикладываю все усилия. Я молюсь. Но ничего не получается. Кроме того, бывают маленькие несчастья. Маленькие несчастья. Ну, в общем, они тоже несчастья. Там, я не знаю. Разбил в доску автомобиль, который взял в кредит. Ну, и так далее, и тому подобное. Украли кошелек. А деньги были нужны на что-то очень важное. Правда? Вот и получается, это центральная дихотомия. Она на самом деле моя зависимость и независимость от обстоятельств. Так что нужно сделать человеку для того, чтобы почувствовать себя счастливым? Как стать независимым от обстоятельств? Это то же самое, что я пытался, уже пытаюсь довольно долго объяснять. И та самая причина, по которой я, психиатр, стал обо всем этом думать. Она связана с тем, что, давайте еще раз скажу, что явственный голос Бога, который раздается в моей голове, и вид, как бы, и управляет мной, и отправляет меня куда-то на служение. Это что такое? Это не счастье, господа. Вы только что со мной согласились. Это зависимость. У Григория Низского есть такая, у святителя Григория Низского есть такая работа в продолжение нашего прошлого разговора. Она называется «О жизни Моисея-законодателя или о совершенстве в добродетели». Так вот, он пишет о том, что, собственно, когда Моисей восходил на Синай для встречи с Богом лицом к лицу, скот и люди должны были держаться подальше от горы. Ну, хорошо, люди, понятно, а скот почему? И, в общем, ну, говоря современным языком, святитель Григорий говорит, что это метафора. Это значит, пишет он, что не только страстные, но и самые простые помыслы нужно удалить от горы созерцания. «Дух должен войти во мрак, во мраке Моисея встречается с Богом, вообще без всяких мыслей. Ибо в этом истинное познание искомого. Что мы познание наше, что не знаем, потому что искомое выше всякого познания, как бы неким мраком объято отовсюду непостижимостью своею. Поэтому и возвышенный Иоанн, побывавший в таком святозарном мраке, какое слово замечательное, да, говорит, Бога никто же, видя нигде же, решительно утверждая этими словами, что не людям только, но и всякому разумному естеству недоступно видение Божьей сущности. Поэтому Моисей, когда стал выше видением, тогда исповедуется, что видит Бога во мраке. То есть тогда познает, что божество в самом естестве своем то самое и есть, что есть непостижимость, что выше всякого видения и постижения. Ибо сказано, в ниде Моисей во мрак, и де же бяше Бог, мне очень нравится старославянский, кто же Бог? Тот, кто положит тьму за кровь свой, как говорит Давид. «В этом мраке и посвященный в тайны ходит». Конец цитаты. А все остальное есть зависимость, если брать вот с точки зрения сегодняшнего разговора, то есть несчастье. каков же выход? Разве можно различить невидимого во мраке? Как это чувствуется? Мы уже просто об этом говорили, поэтому я пытаюсь... Что это за чувство такое? Ну, мы его во всех лекциях называли любовью, разумеется. Ну, как человек это чувствует? Что такое святозарный мрак? Это тот самый странный рот страха Божьего, о котором мы с вами говорили, о том, что он, в общем, страх не совсем. И греческое слово, скорее, переводится как трепет. Я думаю, что точнее всего это чувство описывает словосочетание благоговейный трепет. На самом деле, если я, правда, влюблен, я немножко боюсь. Правда? У меня есть обязательно граница, компонент вот этого самого благоговейного трепета. Если я не боюсь, то это, помните, мы с вами... Сейчас еще раз нарисуем песочные часы двуприродности. Если я совсем не боюсь, то это значит, я хочу. Типа, я свободный мужчина, ты свободная женщина, пойдем переспим. Почему я боюсь немножко, чуть-чуть говорить слова, приглашать на танец и вообще... А что? Ну, что? Все знают. Я уж не знаю, наверное, теперь уже раньше, раньше, чем до первого класса, основной инстинкт, лекция у нас была на этой теме. Я могу в этом своем благоговении перед женщиной ее как личность, как живого человека переоценивать. Я могу приписывать ей свойства божественные, которых у нее на самом деле нету у реального земного телесного существа. Но некоторый трепет у меня возникает, потому что я понимаю, что если и неуверенность-то это, и недооценка, она у меня возникает именно из того чувства, что если я вступлю в некоторую близость с этим человеком, неважно, с какой гендерной стороны идет речь, я изменюсь, моя жизнь изменится, и я стану другим человеком. До того, как родится ребенок, появится некоторое новое существо, это мы. Ну, я сейчас не обсуждаю тему, надолго ли она появится, как, зачем, почему. Но я предчувствую его появление я чувствую, что мне будет недостаточно тех моих, не знаю, привычных физических, моральных свойств, знаний, души, что мне понадобится что-то большее, что возникнет что-то большее. И тогда я испытываю что-то подобное благоговейному трепету. Да, я смотрю на девушку, она говорит, что-то ты на меня столько времени смотришь, дурак, а я трепещу. Вот это чувство, оно, мы до такой степени, собственно, вот оно, оно. По большей части есть христианская медитация. Никогда никому не знакомо это ощущение. Я его знаю очень хорошо, но я такой, знаете, занудный книжник. Никому это не знакомо, вот когда книжку открываешь, тебя вдруг аж колотить начинает. Настолько это совпадает с твоим мыслью, ощущением. или что-то такое для тебя важное там мерещится тебе, что аж читать не можешь. Вот это старшему поколению всякие головой знакомые, те, кто помоложе, не понимают. про что. Да, когда вот буквально вот ты смотришь и это настолько твои мысли, что невозможно читать, страшно. Это значит, что эта книга необыкновенно для тебя важна и нужно пройти через это чувство и прояснить сознание и читать ее. и нужно преодолеть это чувство и сказать этой девушке, что я тебя люблю, несмотря на то, что как только ты подходишь к ней за километром, она этого не знает, ты подходишь, тебя колотить начинает. Это значит, что это тебе нужно. Как можно стать счастливым, если очевидно, что люди умирают, родные уйдут, а все желания выполнить не то, что невозможно, еще, кроме всего прочего, и не нужно. Ну, не нужно. Поскольку это в молодости кажется, что как хорошо было бы, если бы ты посмотрел на девушку с грозным взглядом, она в тебя влюбилась тут же. А потом чуть постарше становишься, понимаешь, 500 влюбленных в тебя девушек хуже атомной войны. Это в общем как бы очень опасное дело и ненужное. о чем что описывают как хотите метафора миф историческая истина истории из книги бытия про Адама и Еву. Она про что? Она во-первых про рождение сознания вообще. Что в сущности происходит в истории книги бытия? где-то появляются люди созданные Богом которые не чувствуют себя отдельными от Бога. то и друг от друга потому что Ева она как вы только что говорили с частью. Ну я сейчас не буду про первую Еву вторую Еву сложновато получится. Я про то что про ту Еву вторую которая из ребра. Адам просит Бога что ему нужна помощница Бог создает ему помощницу которая несомненно является опять же его частью. Он часть Бога Ева часть Адама Все счастливы? Счастливы или нет? Они этого не знают это очень это не дифференцированное понятие да ну как сказать ну наверное животное по своему счастье счастливы в период спаривания ну я абсолютно я всегда был убежден правда что животное ближе к Богу потому что инстинкт в понимании как бы мы не знаем на самом деле что такое инстинкт где он спрятан поэтому слова Бог и инстинкт для меня практически неотличимы одно от другого животное точно знают что им надо делать ну да наверное какая-то мера физиологического удовольствия не физиологической боли у них есть но она в любом случае гораздо меньше чем у человека в некотором смысле они ощущают себя наверное вечными потому что совершенно ничего не знают о своей смерти и не задумываются над этим у них нет рефлексии свойственной сознания они счастливы? Весьма спорный вопрос может быть может ли быть счастлив человек не ощущающий чувство счастья не знающий что это такое не имеющий такого вербального понятия для того чтобы ощутить счастье или несчастье не боль и релаксацию а счастье или несчастье нужно стать человеком чтобы чтобы приобрести некоторую свободу воли опять нужно стать человеком ну на мой взгляд похоже в книге не знающий чтобы бог пытается постепенно учить наших праотцов чему-то не знающий адаму зачем-то нужна помощница значит он там с чем-то у себя в саду традиционно не справляется любят ли друг друга Адам и Ева там в районе ну наверное но очень это очень близко вот к той самой любви животных и находится и очень постепенно строка за строкой как бы потихонечку выделяется что происходит дальше появляется змей и соблазняет Еву чем яблоком между прочим все что происходит пока очень соответствует тому что происходит с маленьким ребенком до трех лет жизни ну по крайней мере до двух с половиной точно он себя сознанием не выделяет из от родителей родители тем не менее пытаются его что-то учить правда и он начинает смутно себя выделять иногда даже помощницу в три года начинает просить типа мама хочу сестренку ну да до конца конечно да ну то есть для него по крайней мере до года точно он и мама единое целое ну по крайней мере так считает вся мировая психология и физиология кстати интересно что ну и мама тоже опять мамы бывают разными дети тоже поэтому это только лишь наиболее общие правила а говорю я вот о чем что кстати говоря очень интересно что познание собственной отдельности всегда возникает через страдания познание вообще не может возникать иначе только через страдания то бишь пока ребенок голоден ему нужно произвести некоторые усилия заплакать только он голос подал тут же появляется грудь это его часть да как бы вот он нажал некую кнопочку грудь появилась наверное он какие-то такие же сигналы только уже совсем гормональные подавал и пока был в животе у мамы дальше он плачет а мама спит тут он понимает да что объект может не появиться в ответ на его сигнал и нужно сделать какое-то другое усилие чтобы этот объект появился Мелани Кляйн которая описывала эти процессы она это называла хорошая грудь плохая грудь ну Анна Фрейд кстати первая дочка Фрейда стала заниматься этим развитием что происходит дальше в мифе бог ведет себя как все родители правда он говорит это можно трогать это нельзя то чего трогать нельзя то больше всего трогать хочется почему ну почему почему сладок запретный тут тайна чья там есть тайна могущества родителей раз они говорят этого трогать нельзя значит как бороде у Хатабыча да тут таится тайна и эта тайна то что скрывают родители потому что это дает силу им поскольку на втором этапе то есть на первом этапе отделения ребенка от родителей где-то в те же 2-3 года ребенок считает что родители боги они богами могут оставаться на всю жизнь в смысле что они чудесным образом взаимодействуют с миром им управляют и всякие оттуда блага ребенка приносят а он управляет своими родителями часто точно так же к богу и относимся опять главным страданием мне кажется в этом мифе оказался страх по той простой причине что там первое что возникло страдание это что Адам побежал настучал на Еву что такое стыд это осознание себя голым ну осознание себя голым это в первую очередь осознание себя отдельным мир который был цельным например мир семьи в сознании ребенка стал разбиваться на отдельные объекты мама голая это имеет значение это стыдно это имеет значение тогда когда сознание ребенка неважно на самом деле девочки или мальчика уже существует как отдельное независимое сознание животным неведом стыд в том числе и во время полового акта по той простой причине что в смысле человеческом они себя отдельными не чувствуют что произошло ну если опираться на нашу схему то Адам с Евой из внутреннего мира вот этого сущностного единства вышли во множественность где стали ощущать себя отдельными объектами триггером на мой взгляд это я все время очень упираю на этот вопрос послужило яблоко что такое яблоко в чем главная проблема очень многие правда описывали это яблоко похожим на наркотик даже есть версия теренса макена о том что это собственно говоря были галлюциногенные грибы первобытные люди их ели возникали галлюцинации и от этого развивался мозг ну то есть давление информационное возникало некое информационное давление за счет перегрузки этими галлюцинациями и развивался мозг на самом деле я думаю что это тоже такой попытка произвести буквальную аналогию с мифом которая совершенно неправомочная но есть в этой аналогии одна святая истина и на мой взгляд эта святая истина заключается в том что когда человек ребенок начинает осознавать что в мире он отдельный объект и кроме него существует огромное количество отдельных объектов его внимание полностью переключается на мир внешних объектов он начинает эти объекты дифференцировать хорошая хорошая Ева плохая Маша но самое страшное это стандартная подростковая реакция которую первым описал психоаналитик Шандр Ференци хотя говорят что существует до него многочисленное описание он написал так называемый синдром детского всемогущества в системе рая семейного родители боги а я их пророк то бишь я управляю родители а родители всем внешним миром как только я понимаю что это не совсем так и мир начинает разбиваться на большее на большое количество объектов я по-прежнему хочу оставаться как бог хочу управлять остальными богами и для этого я начинаю искать волшебный объект волшебную палочку боги боги это собственно говоря те существа которые счастливы то бишь то бишь это те те самые существа которым не надо тратить время и усилия на выполнение своих желаний им учиться не надо они могут там я не знаю говоря сегодняшним языком заплатить и все купить им достаточно махнуть волшебной палочкой они будут счастливы это мое желание кроется в мире материальных объектов за мной захлопывается дверь рая поскольку мы с вами выяснили что счастье это состояние внутреннее а я сложная мысль да непонятно что непонятно а я узнав что мир состоит из объектов других начинаю искать некоторый материальный объект в том числе и человека если угодно который вернет мне вот это ощущение детского всемогущества родители боги а я управляю родителями это ощущение потеряно и теперь вернуть мне его может какой-то материальный объект деньги удачный брак три карты игральные автоматы с казино шприц или бутылка могут магическим образом повернуть мою жизнь так что все мои желания будут исполняться и я буду счастлив в большинстве случаев когда девушки мечтают выйти замуж за принца имеется ввиду не принц как некая личность а принц как объект который вместо родителей будет выполнять все желания девочки и наоборот мальчика соответствующая принципа вот это и есть для меня во всяком случае еще раз не может быть какого-то абсолютного взгляда на миф это нереально совершенно что происходит происходит очень простая вещь мое внимание в поисках счастья с какого-то этапа жизни занято исключительно миром внешних объектов надо еще читать цитаты могу чего-нибудь поискать что у меня есть вот Фома Аквинский который толкует 14 главу Евангелия от Иоанна человек будет лишен созерцания в меру своей погруженности в мир мир означает тех кто любит все приходящее и мелочное мирские люди не смогут принять святого духа который есть любовь божия ну и в конце концов нельзя одновременно служить богу и мамой чего уж там цитировать первородный грех это надежда на объекты внешнего мира как на нечто что вообще может содержать в себе добро и зло то есть знание счастья и несчастья в частности мы с вами ведь именно так и смотрим на мир ну в большинстве своем правда ученый ставит эксперимент и получает знания хотя копенгагенская физика в общем выяснила что это не совсем так а что касается психологии и психиатрии то она это неоднократно подтверждала вот психиатрия в этом смысле наука вообще поразительна в ней поставить диагноз не поставив его предварительно невозможно то есть сначала человек в голове мгновенно ставит диагноз увидев больного а потом сам себе это доказывает иначе невозможно сейчас не буду очень глубоко туда уходить поверьте мне нас однако мы упорно говорим знания находятся только в мире откуда знания берутся у человека на самом деле по большому счету самое удивительное что любые поскольку даже для того чтобы получить чисто количественное знание об объектах надо сначала выяснить откуда берется число а предельно простая гипотеза о том что это число пальцев на руке а дальше много да вот есть 5 10 и много не проходит со времен Пифагора давным-давно доказали что это не так так не мог возникнуть счет в начале было слово правда с этого начинается Библия но но тогда слово не только трансцендентно миру но и имманентно ему правда потому что если словом создан мир то слово присутствует в мире когда когда ты понимаешь что вот эта женщина вот это произведение искусства вот этот штрих эта фраза одновременно содержит в себе Бога слово то тебе не нужно много ты начинаешь чувствовать что любая деталь выводит тебя в бесконечность тебе становится достаточно этой женщины этой книги это очень редко бывает сразу и ты находишь эту женщину эту книгу вот через ту самую через тот самый благодатный трепет поскольку если у тебя по отношению к священному писанию его нет и ты открываешь Библию там я не знаю иконанду или с одним и тем же чувством она не станет ценностью пока этот трепет не появится и если он появится Песнова состояние должно возникнуть состояние ты должен обратить внимание не бояться не отгонять а обратить внимание на этот благодатный трепет который некоторые между прочим и страхом считают на этот твой боязливый восторг если хотите на это ощущение а это ведь ощущение в том числе и провала в бездну во мрак да это ощущение того что тут вот вечность вот тут и это не может быть совсем не страшно или ты не чувствуешь никакой вечности только делаешь вид но в любом случае это путь в глубину себя от которого мы отвыкли потому что мы привыкли считать что знания дают только вещи в самом широком смысле этого слова внешнего мира мы никак мы это самая страшная наша беда мы просто боимся собственного внутреннего мира мы боимся оставаться наедине с собой мы боимся оставаться с выключенными экранами компьютера или телевизора мы перестали понимать что значит думать и чувствовать мы перестали понимать из-за обжорства информации что значит вот это вот вот этот настоящий эстетизм это бесконечность в детали вот что такое первородный грех это триггер который переключает если хотите мысль о счастье как о внутреннем состоянии о состоянии хождения под Богом состоянии чисто внешнему признание мира абсолютной иллюзией май привело восток к остановке цивилизационных усилий да так ведь произошло и мы застряли где-то на грани между востоком и западом между усилиями направленными на обновление цивилизации и культуры и усилиями пытающимся пытающимся сделать пытающимся ее остановить случайно ли получилось так что запад в самом широком смысле этого слова признавал важность человеческого знания мы с вами на самом деле об этом говорили нет говорит Декарт в силу того что считает честную мысль собственно главной повседневной формой христианской медитации вот например томас мертон христианской особых утешений и довольствуется тем что есть он делает то что нужно и чем дело конкретнее и важнее для окружающих тем лучше но такого человека всегда идет ли он по улице метет ли пол моет ли посуду рыхлит ли огород читает ли книгу или гуляет в лесу здесь вот очень важная есть деталь его созерцание чисто потому что он никогда за ним не подглядывают за созерцанием такое хождение с Богом есть самый простой и безопасный путь в молитвенной жизни а заодно и самый верный он не привлекает ничего внимания а уж тем более внимания самого подвижника который очень быстро научается не видеть в себе ничего особенного такова цена его свободы такому человеку знакома благодать созерцания потому что он никогда не считает себя состоявшимся созерцателем только не подумайте что он не может быть настоящим мистиком благодать не только помогает ему вести деятельную жизнь но и рождает в нем мощную созерцательную интуицию которую он не потеряет если не уйдет в дела с головой или или наоборот уйдет в них до конца дело в сердце истинное созерцание равнодеятельное и пассивное присуще только чистому сердцу откуда чистое сердце берет знания я думаю что не совру если скажу что большая часть вполне светских писателей и философов я целую книжку об этом написал поэтому не буду перечислять всего всегда считала что рано или поздно наступает некоторый момент как в мемуарах Ильфа и Петрова когда Остап Бендер начинает действовать самостоятельно и независимо от авторов не я писал эти строки эту музыку но кто-то водил моей рукой после мучительных размышлений периодическая система элементов мне приснилась я не придумал ее я ее увидел практически целиком в готовом виде если помыслы человеческие в целом чисты и направлены на получение знания а не на желание судить то есть получить право оценивать где находится добро а где зло эти знания открываются вернацкий вернацкий считал источником этих знаний на сферу некоторый информационный банк юнг коллективное бессознательное какое название какое название эта сфера получила в христианстве вы же в опере нет нет и да опера та же мелодия другая ария ну я считаю что мы посвятим этому следующую лекцию если позволите потому что об этом надо говорить подробнее но на самом деле под этим понятием в общем-то светилась Русь потому что три главных первых русских православных храма были названы в честь Софии премудрости Божией а разговор о русской софиологии конечно невозможно уместить ни в те минуты что остались нам от лекции но просто это очень важно понять я просто чтобы не копаться всем наверное знакомы эти строки я была при нем когда он проводил круговую черту по лицу бездны я была мудростью на нашей супер упрощенной схеме тоже есть черта это черта между миром единства и миром форм та самая черта которую преодолели Адам и Ева и на входе встал архангел Михаил с огненным мечом премудрость божия софия это как раз и есть та самая нехорошего очень слова часть бога или воплощение бога сущность бога которая доступна человеческому пониманию там в центре святозарный мрак абсолютно непознаваемая по мнению в общем-то всех религий никто не отрицает этого взгляда на центр на единое однако есть мир форм и в нем есть не только эманентная но и трансцендентная христиане называли ее она и на иврите и на старославянском женского рода софией премудростью божией божественным знанием это это начало в книге я называл ее гениальностью если хотите это гениальность бога доступная человеку если он занят своим делом с чистым сердцем занят делом а не собственным величием которое в конечном итоге оказывается желанием судить и говорить о том что есть добро и что есть зло но я вспоминаю простите франца кавку вот что он писал в записных книжках первородный грех древняя несправедливость совершенная человеком состоит в упреке который он делает богу и от которого не хочет отступаться человек упрекает бога в том что с ним поступили несправедливо что по отношению к нему был совершен первородный грех замечательная фраза правда ведь это то на что мы мало обращаем внимание в рассказе об Адаме и Еве в книге бытия вот еще коротенький диалог из тех же записных книжек ты делаешь из своей нужды добродетель во-первых это делает всякие а во-вторых именно я этого не делаю я оставляю свою нужду нуждой я не осушаю болот а живу в миазмах ну так обрати внимание ровно из этого ты и делаешь свою добродетель вот чем отрицает вот чем отличается христианский созерцатель или христианский искатель знания от любого другого искателя знания он не пытается делать добродетель из того что он делает очень многие пытаются делать добродетели своего унижения например разве нет об этом кавка я оставляю свою нужду нуждой я не осушаю болот а живу в миазмах из этого ты и делаешь добродетель первое померанц повторяет или мы повторяем за померанцем не поймешь никогда то о чем мы с вами только что говорили достоверное знание есть и оно прячется в душевной глубине в конечном итоге это знание приоткрывается когда ты пытаешься протереть себе ластиком дырку на самом деле сама эта операция заключается в том что ты пытаешься всеми способами не винить других как Адам Еву пытаешься понять что не так в тебе и в твоем взгляде на мир когда ты освобождаешься это очень сложно от любых попыток стать человеком ведущим что такое добро и зло когда я говорю о символе яблока в мифе книги бытия я имею ввиду ровно то же самое что имеет ввиду померанц под словом икона человек создает себе вещественные символы и объявляет их богами присвоение этих символов дает ему ощущение того что он знает где же все-таки добро и зло человек чувствует свою незавершенность но пытается завершить себя достроить с помощью материальных объектов одежда этот вид тоже своего рода иконы говорят икона стиля или икона моды икона в православии икона икона в православии икона икона борцем не примыкаем икона это 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 на самом деле ключ к внутреннему состоянию души не она чудотворна в ней нет магической силы это суеверие я надеюсь мне мне здесь никому этого рассказывать не нужно но чудотворным может быть отношение человека к иконе тот молитвенный ритм или та медитация на которую он настраивается при виде этого символического изображения оно не имеет оно построено и на конкретно портретном сходстве да но тем не менее человек пытается приписать магические свойства иконам и религиям извините и реликвиям ему так легче 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 ровно потому что он всюду ищет яблоко познания добра и зла он хочет чудо только ищет его не в себе а в храме например не в себе не в собственной глубине а в иконе не в себе а в каких-нибудь гадальных приспособлениях хотя гадает это он он включает в себе таким образом интуицию сами сами по себе вещи для гадания никакой магической функции не представляют это первородный грех я лишь хочу сказать что этот первородный грех абсолютно естествен и необходим вот чем сложность поскольку нету этого самого первородного греха и нет любви а есть инстинкт пребывания в единстве нет множественности и нет любви представляете что такое бог единое я сливаюсь с ним и теряю себя кто кого любит в этом процессе поэтому проблема я поэтому извините я вас путаю я понимаю но эта проблема на мой взгляд самая главная одна из самых главных мировоззренческих проблем в мире ну буддисты вам ясно скажут индивидуальность это ложь она не нужна от нее нужно избавиться сторонники адвайтовиданте скажут то же самое более того вам это скажут и очень многие философствующие гностически ориентированные христиане тоже но тогда прогресс не нужен цивилизация вредна мы отказываемся от мира вещей вообще и погружаемся в единое только не от мира вещей это нехорошо от мира объектов проблема в том что если мы хотим оставить себе любовь оставить себе чувство оставить себе красоту мы никак не можем окончательно и Христос не может окончательно и не хочется преодолеть первородный грех он лишь хочет чтобы грех перестал быть грехом а для этого достаточно почаще заглядывать внутрь себя учиться чувствовать вот этот самый благоговейный трепет поскольку там через это простое чувство можно понять невероятно много и про знания которым ты предназначен и про знания которые нужны миру и опасны для мира самый первый шаг захотеть чувствовать что происходит внутри тебя научиться этому доверять загляд в в в в Продолжение следует...